В железнодорожном районном суде вынесли приговор автолюбителю, по вине которого в мае прошлого года в аварии погибла девушка. Еще два человека получили серьезные увечья. Наказание понесет 22-летний хабаровчанин. Ранним утром, когда на проспекте 60-летия октября произошло крушение, юный шофер сел за руль изрядно пьяным. Накануне вместе с другом он решил отметить предстоящую покупку машины. Взяв премию сестры, фигурант поехал к другу. Девушки сели к приятелям чуть позже в северном микрорайоне у кафе «Звездная ночь». Они просили друзей отвезти их домой. По дороге планы поменялись. Компания направилась в гости к водителю, где собиралась продолжить веселье. Крушение произошло у локомотивного депо. Объезжая по встречной полосе попутный соболь, нарушитель задел его на скорости около 80 км в час. После этого премию вынесло на обочину, где автомобиль врезался в фонарный столб. Именно этот последний удар и стал роковым. Приятель водителя, ехавший на переднем сидении, получил разрыв внутренних органов. У виновника ДТП была диагностирована компрессионная травма позвоночника. Одна из девушек была доставлена в больницу с осложненным переломом бедра. Другая скончалась на месте от открытой черепно-мозговой травмы. Из премию ее достали последний. Худар о столб пришелся именно на ее сторону. Чтобы добраться до тела, спасателям пришлось срезать двери и крышу машины. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме этого, он лишен на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Виновник автокатастрофы судимости не имел. Он признал вину и согласился выплатить компенсацию потерпевшим. Даже бабушка погибшей, которая воспитывала рано осиротевшую внучку с детства, просить ужесточения наказания не стала. Женщина решила, что это уже никак не поможет погибшей. С места происшествия Виталина Кондрахина, Юлия Рябцева и Андрей Алферов.